шалом дорогие друзья мессианская студия уазис медиа община шавей цион хайфа израиль мы приветствуем вас и продолжаем разбирать таинственное или не очень аллегорическое или говорящие нам фактами странное а может быть очень направляющие пробуждающие нас откровение апостола иоанна почему он написал его я просто вкратце хочу напомнить там в первой главе написано был в заключении на острове патмос более современные источники говорят что был в служении на острове патмос так это или иначе не имеет значения хотелось бы думать что все таки это было не заключение а служение куда он поехал проповедовать как многие из нас периодически отправляются в страны чтобы благовествовать то откровение которое господь бог открывает здесь в эры цисраэль и он делал то же самое особенно в то время когда не было интернета и когда не так уж много было мессианских верующих он был на острове патмос и увидел потрясающее откровение записал его и сид до сегодняшнего дня существует целые массы различных интерпретаций пониманий и многие очень буквально истолковывают это однажды я был в соединенных штатах ехал в машине и там есть целые группы которые сидят на откровении истолковывают пытаются высчитать дни недели месяц и сроки буквально не буквально и я слушал в течение часа-двух эти бесконечные разборы немножко страха навеяло и вот на ком-то этапе я подумал хотелось бы поговорить на эту тему и вот сейчас мы разбираем и как я уже сказал мое личное мнение и у вас она может быть совершенно другим что тоже уважительно и тоже нормально но мое личное мнение что откровение и она это аллегория то есть это пророческая аллегория и она конечно же показывает картину но подобно сну некоторые комментаторы или толкователи снова говорят сон это то что реально 50 на 50 но я не знаю в каком плане реально нереально откровение от иоанна но наверняка основная цель дать людям прочувствовать какие-то события которые должны быть в будущем но также цель чтобы в нас выявить ту готовность которую господь бог ожидает от нас как написано в других местах писания будь готов потому что день господь не может наступить завтра но также мы знаем что апостол петр когда-то комментируя вообще суть пророчества записанная в тонахе во времена петра не было нового завета и он мог комментировать только слова записанные в том что сегодня люди называют ветхий завет мы не называем так потому что верим его актуальность тонах и он говорил ни одно пророческое слово нельзя до конца понять пока ну не исполнится даниил почувствовал нужно исследовать писание и по книгам определил что 70-летняя россияне израиля вавилонское пленение поступило концу то есть он почувствовал это апостолы в иерусалиме пережили дар духа святого и только после этого петр прокомментировал сказанное в иоиле он говорит а это то о чем я и говорил так так и так сам еще господь многократно говорит обо мне или об этом или об этом событии говорили пророки и вот оно исполнилось то есть мы можем комментировать большинство пророческих высказаний только после того как они исполняются в этом основная идея и так мы приступаем к изучению 8 главы и перед ней я все-таки хотел бы сделать еще несколько таких обобщений показать какие-то вещи и чтобы у нас как бы появились небольшие инструменты с которыми продолжаем входить в немножко мрачные 8 9 10 главы там где удары господни просто потрясают землю и так мы читаем уже читали читаем дальше что как будто ангелы отвечают за какие-то физические явления на земле современный человек который в школе учился особенно в атеистической школе бывшего советского союза да и не на самом деле в любой школе он читает что не ангелы отвечают за ветры бури и прочие вещи а просто какие-то стихийные бедствия перепады температур перепады магнитного поля какие-то магнитные бури на солнце и они определяют вот то что происходит с нашей погоды с какими-то физическими явлениями вплоть до землетрясений и он здесь говорит нет вижу ангела который стоит на четырех краях земли и потрясает отвечает за ветер и за ветер на самом-то деле сегодня когда многие физические эффекты намного лучше изучены физиками многие из них склоняются к мысли что за многими физическими явлениями стоят некие духовные основания не называют это явно господь бог особенно если если эти физики не креоцинисты не верующие люди но они говорят что какой-то источник источник силы стоит за всем и он пользуясь языковой базой того времени обзывает все это ангелами ангелы ли это наверно ангелы я склонен верить писанию что ангелам даны какие-то полномочия высвобождать какие-то развязывать какие-то стихи и потом наши физики объясняют что вот был перепад давления там мексиканском заливе а на гавайях было буря торнадо и прочее прочее ну так всегда у нас получается так чаще всего мы делаем но все таки верующие люди склонны принимать что за каждым делом за каждым происшествием стоит творец его определяющая воля его определяющая власть еще одна один момент про который я хотел бы поговорить и мы будем периодически вспоминать эту идею она в том или в другом виде присутствует на протяжении всех священных писаний я сейчас веду такое немножко мистическое еврейское слово оно называется цимцум слово цимцум от слова лицам цем сжать сжать и или можно более библейским языком сказать унизить себя сжать себя поставить себя под что-то в еврейских мистических источниках и вы знаете стиль откровения тяна он очень сильно напоминает любую немного мистическую еврейскую книгу он использует многие выражения которые сегодня используют мистики но не об этом в мистическом иудаизме используется слово цимцум как я уже сказал сжатие и она подразумевает такую идею что на каком-то периоде не говорю времени потому что там у господа бога времени нет небесный отец решил от себя отделить какую-то часть то есть как бы сжал себя и выделил из себя какую-то место форму это практически невозможно описать человеческим языком и вот в этом вот высвободившись вместе как бы виртуальном месте хоть там нет ни времени то есть странное но высвободил что-то во всем этом он создал творение и духовное и физическое и вот это наша бесконечное просто бесконечная по физическим астрономическим размерам вселенная всего лишь часть того высвобожденного из творца то есть творец как бы унизил себя до вместо творения эта идея потом постоянно проявляется священных писаниях написано бог не может вместить ни небеса ни земля но когда небесный отец разговаривал с народом израиля написано он восседал на горе синаи то есть он там был голора тряслась и он там был как понять это слово очень сложно понять но если бог говорит я там был с вами то есть сжал себя унизил себя каким-то образом чтобы присутствовать в заключении завета со своим народом подобная идея конечно же многим вам сразу напоминает бога воплощение написано про ешуа хамашиха он прежде сущий прежде унизил себя стал подобным нам то есть идея цемцума сжатие уничижение чтобы послужить творению чтобы приблизиться к творению существует один такой существует такая одна годическая история мидраж про солнце и луну она ее легко найти в разных источниках но она примерно такую вещь говорит что когда господь сотворил солнце и луну они были одинакового размера и невозможно было определять время то есть должно быть период тьма и и света и господь как бы предложил на выбор солнцу и луне ну кто тут из вас хочет себя унизить ну то есть сжаться встать ответственно не за светлое время суток а за темное выберите сами и как бы как бы выбор пал на луну я не знаю не помню там все нюансы но луна типа сказала и вот так то вот ты господь ну допуская что я должна унизить себя а потом луна как бы согласилась и сказал но если ты определил для меня вот это уничижение я буду отвечать за темную часть суток то я согласна и господь сказал за то что ты луна унизила себя звезды небесные будут сопутствовать тебе то есть когда солнце светит она одно светит но мы знаем что солнце далеко не самая большая звезда а большие звезды они сопутствуют луне из-за того что она унизила себя конечно это годическая история просто рассказ сказка но на самом деле она подчеркивает очень интересную истину принизить себя господь делает такое постоянно сам собою и он дает многим из нас возможность тоже посмотреть на себя и сказать я лучше буду меньшим чем большим потому что когда ты унижаешь себя он сам возвышает себя еще одну вещь которую я бы очень хотел рассказать перед тем как восьмую главу будем читать потому что она немножко напряженная восьмая глава там как бы небесный отец допускает ангелам и всяким судам просто с плеча рубить разрушая все что вокруг стоит и я хотел бы рассказать об одном принципе который присутствует в священных писаниях и этот принцип разумеется абсолютно открыт как ветхом так и в новом завете помните еще сказал однажды такую фразу что какой мерой мерите такой мера и будет отмерено вам и в торе существует такое выражение или в толковании который существует точнее такое выражение мидаке негид меда мера за меру то есть мы проявляя добро получаем взамен добро и даже если это добро не происходит в этой жизни она происходит потом после смерти и воскресенья из мертвых и наоборот если человек упражняется во зле то в один день мера зла возвращается к нему допустим эту идею мы можем почерпнуть из пророка даниила который говорит про одного царя который восседал там в персидских державах и на каком-то этапе до столько обнаглел что решил унизить священные сосуды храма и он до этого был человек не очень хороший было поклонники прочее прочее но когда он посягнула божественную святыню вышла рука и написала на стене слова ты взвешен то есть твои дела найдены злыми и ты получаешь сейчас возмездие ты найден легким и наоборот в откровении если вы помните такая история про фемиан святых которые приносятся ангелами перед господа это чаши и там молитвы святых и они говорят святым еще немножко и наполнится мера наполнится какая-то мера мера за меру это принцип который небесный отец вложил при сотворении всего мира не может зло быть бесконечным оно должно быть сбалансировано наказанием за это зло и добро без заплаты тоже не бывает на каком-то этапе небесный отец благословляет и это мироздание это устройство мира это как бы весы и когда какие-то злые вещи совершаются в мире это не значит что вот господь просто взял сейчас достал свою шашку или взял как рисуют некоторые дубину и стал дубить человечество по голове совершенно нет просто тура баланс он установлен в этом мире при его сотворении и он сам себя балансирует поэтому когда мы сейчас будем читать 8 9 10 главы и увидим здесь безостановочные какие-то удары это не просто бог рубец плеча он балансирует чем мы учимся с этого будьте праведны и будьте святы смотрите на него и он сбалансирует вашу жизнь и если даже вы вам или вам кажется или вам говорят что вы много уничтожения 3 про проходите или проблем много он сбалансирует возмездие добра придет в посланник евреям на эту тему есть очень четкое обещание что он взвесит все и воздаст добром ладно восьмая глава откровение от иоанна когда он снял седьмую печать сделать безмолвие на небе как бы на полчаса я видел 7 ангелов которые стоят пред богом и дано им всем труп и пришел иной ангел стал перед жертвенником держа золотую кодильницу дало дано ему множество фимиана чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник который пред престолом и вознес а дым фимиана с молитвами святых от руки ангела пред бога и взял 5 стих и взял ангел кодильницу на полную огнем жертвенника поверг на землю и произошли голоса и громы и молнии и землетрясения и 7 ангелов имеющие 7 труб приготовились трубить то есть мы видим что вот весь мир находится в неком ожидании кстати мы не до конца понимаем локальные лет и события или глобальные эти события и здесь я отдаю каждому из вас на ваш собственный выбор чего вы выберете в глазах иоанна по всей видимости было больше локальная благо в глазах современного верующего события происходящие в описании откровения от иоанна это нечто глобальное что должно потрясти всю землю и мы видим печати и мы видим суды и здесь я хочу напомнить одну вещь про которую говорил раньше я говорил что откровение и она и то что в нем происходит очень сильно напоминает исход из египта и нам всегда стоит держать в разуме книгу исход когда мы читаем откровение там мы тоже видели вот какие-то беззакония 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 фараон делает и вот пошла отдача и вот еще раз пошла отдача и вот еще раз они обкрадывали в поколениях народы народ израиля и просто опустошение прошло разрушение всей экономики египта они убили еврейских мальчиков и господь карает египет тем то что первенцы египта погибают от руки небесного возмездия продолжаем читать дальше 7 стих 8 глава 7 стих первый ангел вострубил сделали сград и огонь смешанные с кровью и пали на землю и третья часть дерев сгорела и вся трава зеленая сгорела помните в египте были тоже град который горел который уничтожал второй ангел вострубил и как бы большая гора пылающий огнем низверглась в море и третья часть моря сделалась кровью и умерла третья часть одушевленных тварей живущих в море и третья часть судов погибло не знаю что это такое возможно метеорит какой-нибудь врезается в море и опять непонятно это врезается в тихий океан и огромная волна и прочее прочее разрушает все вокруг или все локализуется просто маленьким средиземным морем а может быть японским морем а может еще каким морем там где господь наказывает я помню когда много-много лет назад произошла чернобыльская авария про про эти стихи говорили третий ангел вострубил и упала с неба большая звезда горящая подобно светильнику и пала на третью часть реки на источнике вод имя сей сей звезде полынь и третья часть вот сделалась полынь и многие из людей умерли от вод потому что они были горьки опять-таки может метеорит может быть и чернобыльская катастрофа некоторые переводят паны полынь как чернобыль но мы знаем что тогда был огромный ущерб когда чернобыль шахнул но на самом деле сегодня многие не афишируют это а тот ущерб который до сегодняшнего дня наносит трагедия на японских реакторах и которые выносится в воду мы читаем про это в интернете отравляет и отравляет и отравляет и отравляет мировой океан погибли там треть мы не знаем но ущерб наверно здесь комплексно это не от какого-то одного действия и священное писание вполне могут объединять какие-то вещи это как если вы идете иногда в банке вкладываете несколько чеков то потом приходит как бы вам сообщение что вы вложили и пишется одна общая сумма или наоборот с вас снимают разные платежи а потом приходит одна общая сумма вы смотрите на нее и думаете откуда такая большая сумма оказывается ты там 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 и там купил так и здесь какие-то вещи происходят по всему миру но писание как бы подводят вывод да и давая нам какую-то черточку итог вот она 4 12 стих 4 ангел вострубил и поражена была третья часть солнца третья часть луны третья часть звезд так что затмилось третья часть их и третья часть дня не светла было как и ночи и для одного ангела летящего посреди неба и говорящего громким голосом горе 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 живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов которые будут трубить короче говоря неприглядная картина сложно пережить перенять понять но опять-таки хочу сказать вы знаете в истории человечества особенно в локальных конфликтах когда были какие-то чудовищные обстоятельства или когда полыхал какой-нибудь вулкан или когда полыхала какая-то война или когда было какое-то драматическое землетрясение по всей видимости те которые находились там внутри для них вот эти вот слова были явью и я просто хочу повториться это аллегория цель ее сказать нам будьте с открытыми глазами смотрите наблюдайте что происходит во всем мире но самое главное оставляйте открытым свое сердце для господа бога и для того чтобы быть всегда вовремя способными совершать чеву обращаться к нему говорить господь испытывай меня и помогай мне жить праведной жизнью это касается не только нашего общего безгреховного состояния ешуа машиах очень часто говорит о наших чувствованиях о наших помыслах о том что наполняет нашу голову то что наверное не проявляется в наших делах но бог его дух исследует нашу внутренность и очень правильно просто зная что есть возмездие что есть мера за меру что лучше принижать себя чем возвышать себя и лучше ходить святости потому что благословение будет воздаянием нашим пусть господь благословит вас миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о миссианстве и ишуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w. oasis defis media.tv и и и и